В рамках премии я представляю свою работу «Я снова я, я сама», которая продолжает мою практику работы с образом. В данном случае я объектом моего исследования являюсь я сама. Все началось какое-то время назад, когда я заинтересовалась таким феноменом, как диссоциативное расстройство личности. Это расстройство, при котором у человека вследствие каких-либо травм или разных факторов личность расщепляется на множество субличностей, каждая из которых является полностью сформированной, целостной. И такой отправной точкой работы над проектом являлась фраза, услышанная мною о том, что у каждого человека есть множество альтер-эго. Он настолько здоров психически, что он может все эти субличности удерживать в одной личности. Разделяла свою жизнь на какие-то периоды, периоды каких-то, ну не то что, ну травм, либо периоды, когда какого-то личностного перелома, когда я проформировалась, менялась полностью. И таким образом набралось 9 человек, 9 субличностей, которые, каждый из которых обладает своим набором качеств, привычек, каждый из них имеет и имя. То есть они, в принципе, эти личности, они, как и в случае феномена, они, уживаясь в теле, работая как одна семья, одна команда, они берут на себя какие-то аспекты жизни. И я точно так же, в принципе, какие-то привычки у меня остались там с разных периодов жизни, какие-то уже нету. То есть от каждой личности у меня сейчас что-то есть, вот, и оно всплывает в различные периоды, различные моменты, там, бытовые, там, любые. Качество, характер, именем, то есть я просто превоплощалась, и дальше уже съемка шла сама собой. А насчет предметов, ну, я просто сразу же также знала, опять-таки, они собирались, исходя из привычек и предпочтений персонажа. Какие-то я принесла из дома, тут очень много моих личных вещей и много приобретенных, которые, допустим, у меня утерянные, ну, либо, там, нужно было чем-то заменить, в принципе, это так все. Отовсюду собиралась, от друзей, покупалась, чтобы просто каждая, каждый персонаж полностью, наиболее полно считывался. Ну да, я всегда в фотографиях, я и в прошлых моих проектах, я всегда проживаю то, что я играю, в то, в кого я превоплощаюсь. Ну, в зависимости от ситуации, конечно, ну, здесь мне было интересно работать с собой, с познанием себя. Я за полную свободу самовыражения, абсолютно.